Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся на строительной площадке СОВАЛМАШ и сегодня у нас в гостях непростые гости. Это исполнительный директор Минаев Вячеслав Вениаминович ВАИР и советник центрального совета ВАИР по водному транспорту Чешков Юрий Арсеньевич. Вячеслав Вениаминович посещает СОВАЛМАШ уже далеко не первый раз и поэтому давайте мы начнем именно с вас и поговорим о том, зачем же мы здесь сегодня с вами собрались. Зеленоград город инноваций, город новаторов, ну и как всякий город новаторов он полон парадоксов. Ну в частности я говорю о том, что несмотря на то, что изобретение инновации в основе новой экономики лежат в России, отношение к новаторам и изобретателям своеобразное, особенно у современных хозяев жизни, то есть тех, кто владеет предприятиями, управляет ими. И наша организация изобретателей и рационализаторов Зеленоградская, в бытность достаточно заметная на московском, так скажем, фоне, в настоящее время переживает не самые простые времена. Ну вот я хотел сказать о том, что предполагался визит в конце июня делегации ВАИР, ну чтобы посмотреть, как ведется работа новаторов в Зеленограде, как изобретатели Зеленоградские, продвигает вперед прогресс научно-технический. В частности, вот я скажу о том, что я пытался сделать в свое время, будучи, значит, председателем первичной организации изобретателей «Ангстрема». У нас в «Ангстреме» довольно много новых разработок и в частности вот силовая электроника, которая делалась в «Ангстреме», она достаточно успешно развивалась и вышла на мировой уровень. В частности, я пытался эту силовую электронику продвинуть в такие знаковые проекты, как, например, «Ледокол Лидер». Но вы знаете, что там это политические вопросы достаточно сложные, нас не услышали. Мои попытки продвинуть нашу силовую электронику взамен Митсубишевской, с которой мы сравнивались и выяснили, что характеристики не хуже. В изделии водоподготовки, в частности, это проект тюменских специалистов, которые сумели жизненно важный источник воду на северных регионах России обработать таким образом, что она стала высокого качества. Эту проблему никто не решил, ни японцы, ни французы, ни немцы. Вот. А тюменцы молодцы сделали это. Но они используют импортные комплектующие. И вот, в частности, сейчас мы находимся на строительной площадке «СОП Элмаш» проекта, который уже несколько десятилетий продвигается усилиями команды Дмитрия Александровича Дуинова. Вы помните, главный редактор «Арожурмалый изобретатель-рационализатор» я привозил. И мы на телевидении «Вечерний в Москве» выступали с продвижением этого проекта. И мы видим, что лед тронулся, идет стройка. Это такой оптимистичный момент. О моментах, которые тормозят продвижение этого проекта, скажет, наверное, Дмитрий Александрович лучше. И, значит, так случилось, что меня пригласили в Центральный совет Всероссийского общества изобретателей-рационализаторов в этом году на должность исполнительного директора. Я, естественно, первым белым в Зеленоградсе. Земляки. Надо о них позаботиться. И вот мы здесь. И не просто так, а с ледоколом, но новым ледоколом. Ледоколом, который изобрел Юрий Арсентьевич Чашков, капитан дальнего плана. Причем этот ледокол мало того, что запатентован, он еще и получил первый приз конкурса Всероссийского общества изобретателей-рационализаторов. Об этом писал журнал «Изобретатель-рационализатор» Юрий Арсентьевич. Здесь он расскажет о своей работе достаточно детально. Ну и еще один момент, который я хотел осветить, пользуясь моментом этого интервью. Это продвижение электромоторов с обмоткой «Славянка» в технику Москвы. В частности, в транспортную технику. Мы видим электробусы. И вот, в частности, там используется техника, но не наша, так скажем, не наша техника. Но пробиться туда, сказали, тоже достаточно непросто. Вот Юрий Арсентьевич как раз оказался тем человеком, который заинтересован в именно эффективных синхронных электромоторах. И мы вот здесь, на этой площадке, мы были в вашей организации, посмотрели и поговорили с Дмитрием Александровичем. Юрий Арсентьевич продолжит интервью. А я хочу призвать зеленоградцев настойчиво работать с новациями, поддерживать изобретателей. И, в общем-то, успехов хочу пожелать команде Дмитрия Александровича Дуинова. Директор Игорь Николаевич Яковлев, вот, ну так скажем, по моему приглашению, поучаствовал в салоне, который прошел недавно в Санкт-Петербурге, салон военно-морского флота. То есть, я буду содействовать тому, чтобы новации зеленоградцев внедрялись быстрее в жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо вам за это. Будем следить за вашей деятельностью, ну и по возможности принимать в ней участие. Вячеслав Фениаминович очень хорошо рассказал о том, чем вы занимаетесь. Ну и я думаю, что действительно более подробную информацию нужно получить от первоисточника. Поэтому с нетерпением ждем пояснения, что же это за ледокол, зачем он нужен и в чем потребность. Ведь существует огромное количество ледоколов, как многие непосвященные люди знают. Они бы растят в просторах океанов и все у них хорошо. Зачем же новый? Спасибо за такую возможность выступить в таком знаменитом городе вашем. И сказать, что ВАИР уже три года продвигает проект нового инновационного ледокола для нашей российской Арктики. И ледокол этот не просто была какая-то теоретическая задумка или еще что, а его форма и его обводы и все его особенности, они основаны на моем собственном опыте плавания там двух десятков лет по арктическим нашим морям. И работы в водной отрасли более пятидесяти лет. Естественно, продвигая инновационный ледокол, мы заранее думаем о том, чем же мы будем наполнять этот ледокол и какое оборудование будем брать. И зная о разработках мотора электродвигателя Дуенова, я воспользовался этой возможностью, чтобы посмотреть своими глазами и заранее уже предусмотреть, на какие механизмы можно поставить эти замечательные двигатели после того, как будет введено в действие вот это производство. И самое главное, конечно, нам нужны будут двигатели эффективные для ледокола, который знаменательно называется Помор Ваир. Нам нужны будут двигатели для того, чтобы передавать вращение с этих электродвигателей эффективное на винты, которые расположены в туннелях этого ледокола в днище. Краткая такая особенность этого ледокола заключается в том, что у него носовые обводы необычные, как на всех нынешних ледоколах, такие округлые. А эти ледоколы имеют ступенчатую форму. Для того, чтобы сломать лед ступенчатыми этими формами, нужно мощности на 30-40% меньше, потому что лед ломается вдоль кристаллов, где сопротивление льда меньше в 2-3 раза, чем на излом, как это делают современные ледоколы, и на до 5 раз меньше, чем сжимать этот лед. Лед – это анизотропное вещество с разными сопротивлениями в зависимости от кристаллов. Так вот, когда этот ледокол со ступенями пройдет через лед, то льдины не будут всплывать, как у всех ледоколов в канале, а они будут раздвигаться этими обводами в стороны под лед. Что это дает? Чистый канал даст возможность пройти там нескольким судам, 4, 5, 10 судов по чистому каналу, и это сэкономит и затраты топлива, это позволит идти с безопасной, более высокой скоростью. Винты, расположенные, как я уже говорил, в туннелях с приводом электродвигателя Дуйнова, смогут создавать больший упор для того, чтобы ломать больше льдов и большей толщины размеров льда. И, как вы видите, у ледокола нет сзади руля. Это тоже наша разработка, и вместо руля с наружным пером стоит водометный движитель, где двигатели Дуйнова с его эффективностью будут играть свою положительную роль. То есть этот ледокол будет ходить по арктическим морям с нашей разработкой, с российской, и с нашим оборудованием, тоже российским, сделанным в Зеленограде. Я думаю, это будет хорошее наше объединение. То есть фактически данный ледокол интересен именно тем, что оставляет за собой чистый канал, по которому могут проходить уже, ну скажем, менее подготовленные суда. Да, это одна из особенностей, но причина появления чистого канала кроется вот в этих инновационных обводах ступенчатых ледоколов, которых в мире нет до сих пор. А есть ли в этом конкретные потребности, заинтересованность определенных лиц? Потребность в таких ледоколах огромная, потому что Арктика развивается, там много есть нефтяных компаний, много тех, кто добывает там полезные ископаемые. И, естественно, нужен большой флот. Но для движения флота в этих льдах необходимо затрачивать большую мощность, для того, чтобы лед этот изогнуть, проломить, а потом за ним идут другие суда за ледоколом. Через этот снова разбитый лед, но тратят много энергии. Этот ледокол, во-первых, при той же мощности, он будет ледопроходимостью выше, там на 30-40 процентов, он будет меньше энергии потреблять, значит, меньше будет выбросов в Арктике от топлива. И тем, что у него винты спрятаны в туннелях, и что нет пера руля классического, этот ледокол будет обладать повышенной живучестью. То есть просто авария там, чтобы свернулся, а винт поломался, что бывает часто. Или вот азиподы бывают, выходят из строя уже на современных этих газовозах. И где-то у пера руля, значит, не будет аварий с рулем, что в полярке за время моей работы бывшей случаются нередко. То есть правильно ли я понимаю, что данный ледокол и разработку в целом можно назвать стратегической с точки зрения освоения арктических просторов? Я с вами полностью согласен, что это будет стратегическая разработка, которая уже сейчас заинтересовалась Росатом. А Росатом является оператором Севморпути. Ему для обеспечения безопасности плавания по Севморпути необходимо много и разных судов ледового класса. Начиная от линейных ледоколов, больших, таких как нынешние, уже бороздят, и заканчивая судами для работы на шельфе, где совершенно нет глубин, там 5 метров. А этот ледокол со ступенями для 5-метровой глубины, он подходит и он будет прокладывать путь для всех судов снабженческих, которые по рекам идут и снабжают наши разработки нефтяные и газовые на шельфе Арктики. Включая Обскую губу, Енисейский залив и на восток, туда до Певека и дальше до Анадыря. То есть все это нам нужно для того, чтобы осваивать те наши запасы, которые сейчас есть, которые пока невозможно извлечь с малыми расходами на их извлечение и особенно на перевозку. Очень интересный и важный вопрос. На какой стадии находится проработка данной разработки на сегодняшний день? Проект этого ледокола прошел обсуждение во многих научных кругах, начиная с нашей знаменитой Корабелки, затем в Крыловском центре научном, который занимается именно ледоколостроением. После этого были проведены испытания в ледовом бассейне, потому что никто никогда не видел, как же эти ступени вообще могут ходить по льду. Испытания в бассейне ледовом в двух толщинах льда, там до 1,2 метра на скорости 5 узлов, что не под силу с нынешним ледоколом, в тертом льду толщиной более чем 2 метров. Они показали эффективность работы вот этих ступеней и дали надежду на внедрение. Этим заинтересована компания «Газпром», с которыми ВАИР провел конференцию, и они заинтересовались. Компания ОСК тоже самое заинтересовались и рекомендовали для продолжения этих испытаний в Крыловском центре, чтобы уже все возможные способы работы такого ледокола во льду были проверены, и чтобы нам не ошибиться с постройкой нового. Действительно, высокая степень проработки уже не только на основе идеи, а, я так полагаю, уже есть и заинтересованные лица, и определенный план, тактика дальнейших действий для того, чтобы добиться реализации данного проекта уже непосредственно в железе. Это очень похвально. На нынешней выставке НЕВА-21 уже есть стенд, где будут выставлены наши модели ледокола, будут демонстрироваться результаты испытаний в Крыловском центре, потому что на прошлую выставку мы не успели это дело сделать, и я думаю, что это привлечет внимание многих иностранных таких компаний, которые занимаются Арктикой и особенно заводов. В прошлую выставку, когда это была только идея, спрашивали, на каком этапе находится этот ледокол, и предлагали взять идею себе для разработки. Но ВАИР – такая организация, которая в первую очередь старается делать для России. Все остальное для других будет после. Это действительно очень хорошее завершение нашего диалога. Оно очень воодушевляет, и я думаю, что как только мощности будущего проектно-конструкторского технологического бюро «Соволмаш» будут позволять работу над подобными проектами, она будет вестись полным объемом. Большое спасибо. Мы заранее сообщим, какие двигатели, с какой мощностью и сколько они нам будут нужны, чтобы вы работали и не на свободный рынок, а вы чтобы знали, что работаете для российской разработки. Спасибо большое. Удачи вам в ваших начинаниях и желаю скорейшего определения дальнейшего пути проекта таким образом, чтобы он именно воплотился уже в железе и смог радовать капитана, команду и все то, что он будет перевозить. Вам большая благодарность от Ваира и приглашаю вас на первый рейс ледокола с новыми формами по Арктике. Спасибо большое. Это очень радует.